а пахнет так слюнки текут по-настоящему здравствуйте сегодня я буду готовить фаршированный перец а и такая простая простая еда но она домашняя представляете домашняя еда простой фаршированный перец а так соскучилась за домашней едой поэтому делаю видео полстакана риса хорошенечко промываю и заливаю кипятком перец я мою хорошенечко очищаю вынимаю сердцевину так вот внутри очищает и выкладываю миску заливая перец кипятком сколько кипятка я взяла полтора стакана кипятка смысле воды каждую перчинку наливаю и накрываю крышкой все и забыла за него вместо томат пасты я буду добавлять помидоры для этого я вырезаю эту попочку срезаю нарезаю помидорчики шкурку я не снимаю мокими не осуждает на я шкурку никогда не снимаю помидоры какие чумак я взяла полевые уже свежие помидорки почему я взяла чумак потому что это мясистая хорошая помидора на хорошо для сока для томата естественно где томат пасту если делаешь вот это все так вот срезаю помидоры пропускаю через мясорубку у меня полкило слиного мяса я его нарезаю на маленькие кусочки и буду пропускать через мясорубку луковицу я пропускаю через мясорубку а морковку натеряю на крупную терочку на сковороде разогреваю растительное масло и выкладываю лук лук нарезаю полукольцами здесь одна такая средняя луковица затем когда лук обжарится я добавлю морковочку морковочку натираю на крупную терочку морковка с луком обжарилась я добавляю помидоры 4 ложки это по вкусу все нужно добавлять 4 ложки такие столовые большие очень большие все это размешиваю и что я еще делаю я с перчиком выливаю воду эту водичка которая была в перчик я и выливаю сюда два перчика но еще один возьму три перчика можно добавить уже соль и перец по вкусу или немножечко позже можно добавить так займемся фаршем лук мясо морковочка одна и риса видите сколько риса было полстакана настоялся наверно полный стакан вообще много риса я все весь рис добавляю сюда теперь перемешиваю перемешивать буду руками так это тщательно затем буду добавлять соль соль по вкусу и перец на сумме перца соль перец больше ничего не добавляю фарша вынесла добавляю еще немножко перца но по вкусу кладите перец их и соль затем я выкладываю максимум гуще которую я что делала жарила до сюда выкладываю эту гущу морковка лук и томат помидор и опять-таки все перемешаю так и буду фаршировать наконец-то и буду фаршировать чуть не забыла сказать что я еще обязательно добавляю сюда зелень в данном случае укроп добавила с перца выливаю воду и заполняю перчик фаршем заполняю плотненько так перчик я выкладываю кастрюлю сверху заправляю под жарочкой которая делала выливаю ее затем накрываю кружочками каждый перчик кружочками из перчика конечно вот и что я делаю в последнюю очередь доливаю еще водичку водичка которая с перчиком было перчик заливала я наливаю сюда еще водичку где поварешки не больше вообще я люблю готовить перец в духовке но сейчас очень жарко поэтому я буду его вот так вот варить на огне до готовности где моя крышка накрываю крышкой буду варить варила я перец 45 минут сейчас будем доставать пробовать я вам скажу конечно запах на кухне обалденный вот он перчик выложу а немножечко еще юшки осталось видите там немножечко юшки осталось буду выкладывать на тарелочек красава ну просто красава ну что разрежу я посмотрим что-то внутри перец конечно сварился так рис смотрите рассыпчатый рис никаких комочков запах прекрасный я люблю вообще перчик фаршированный со сметаной и так чем сметаны больше тем вкуснее для меня вот сейчас будем пробовать еще горячий вот так со сметаной люблю вот так а пахнет так слюнки текут по-настоящему сейчас я буду пробовать вам всем огромное спасибо что вы зашли ко мне что вы досмотрели видео до конца всеми желаю приятного аппетита сейчас перца уже много и он стоит дешево все пока терпению нет я буду кушать очень очень вкусно а